Я хочу вернуться к сессии Генассамблеи ООН и к тому видео, о котором вы уже упоминали, когда русский журналист, прям самый такой отборный пропагандист, которого даже журналистами не назвали, бегал за президентом Украины с микрофоном. Давайте посмотрим. Петр Алексей, скажите, правда ли достигнут договоренности по миротворцам? Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы фейк-ньюс и распространяете дизинформацию. Удачи вам! Да, и после этого эпизода был эпизод, когда наш президент зашел в комнату к русской делегации, на что потом господин Лавров очень коряво пошутил, что, наверное, перепутал с туалета, но, в принципе, кто-то уже потом сразу пошутил, что вас нетрудно с туалетом перепутать. У каждого есть свои жарты, но российские ЗМИ всегда полюют за всеми. И так же самое относительно меня и по коридору ООН. И проблема же не в том, чтобы не сказать что-то российским ЗМИ. Ну, если бы они были правильными, что-то донести, ну, хотя бы до кого-то в России, это могло бы... Но сейчас их нет. Ну, когда я пытался донести что-то, ну, хотя бы до тех, кто готовится слушать. Я понимаю, что это в России вот столько, да? Но, тем не менее, когда за тобой бежит там Россия-24, ну, что можно ожидать от России-24? Когда все, что ты скажешь, даже если ты скажешь, оно будет вот так вот перекручено до засобов массовой информации, это не имеет никакого отношения. Поэтому, ну, 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 який сенс? Я взагалі не знаю, вот, навіть, якщо зараз дати интервью, ну, кто там еще в России, так, начебто залишился, там уж до что, это же что, дейдет до кого-то? Если дейдет до, там, вот, там, пару тысяч людей, которые ничего не визначают. И ты неведома, чтобы это не было как-то... И потом еще добавят таки пару комментариев. Ну, а как же? Ну, а как же? Тому они же намагаются сказать, а вот это из того кута, вот это из того кута. Тому проблема не в том, что кто-то игнорует российские медиа. Просто нема российских медиа. Это просто фабрики с пропагандой и троллев, которые сидят. Мы прекрасно знаем, что они делают, под чем контролем они находятся. Если бы была возможность достукатись до россиян, конечно, ее можно было бы использовать. Но через российские ЗМИ, так называемые ЗМИ, или фейковые ЗМИ, или как бы их не назвать, ну, на жаль, шанс сейчас абсолютно нет. Павел, эта дверь напоминает крышку гроба. Стучи, не стучи. Ну, абсолютно нет. Ну, звичайно, нужно людям сказать, ну, есть такие, как Андрей Макаревич. Но сколько их, и как до них можно достукатись? Есть, напевно, какие-то другие. Но через российские, через российские эти все фейковые фабрики, ну, а как? Ни как. Скажите, вот зампред Верховной Рады Ирина Герасченко много раз говорила, что она, в принципе, не дает комментарий никаким российским ЗМИ. А вы, а президент Порошенко, как вы? Я не помню. Впротягом остальных лет. Мене запитывали после первой встречи в министерских нормандском формате. Ну, российские ЗМИ, звичайно, они же присутствуют на этих пресс-конференциях. Мы даже пытались изучать, как они дают. Дают они вот так вот с комментариями. Был один или два випадки еще на початку, в 2015 году, когда я цитировал более-менее правильно, хоть дождь, хоть что-то такое. Но потом как-то это прошло. Поэтому, если тебя цитуют, и если это не сопроводится, как вы сказали, с этими несконченными политическими подводками, комментариями, провокациями, трюками, это одна справа. Но сегодня в России этого нет. Очек, что это будет? Ну, как вы сказали, стукать. Ну, давайте постукнем. Но какой сенс? Поэтому нет. Аминь. Аминь. Продолжение следует...